Беларусь празднует День Независимости, и в этой стране сейчас происходят такие драматические события, потому что тот, кто проигрывает диктатуре, тот подлежит пленению, наказанию, и ему выписывают долгий-долгий срок. И это факт. Тем не менее, я беларусов поздравляю с Днем Независимости, возможно, придет время, дата изменится, для этого самое главное, чтобы Беларусь осталась, потому что мы видим тут Александр Григорьевич на фоне всего происходящего, фактически абсолютно превратился в шархана Путина, и это особо видно, как они вместе выступают одним фронтом против Украины. В данном случае мне бы хотелось посоветовать Александру Григорьевичу на этой ниве сильно не злоупотреблять, потому что Путину ему вообще-то все равно. Он же говорит, что ему, что Украина один народ, что Беларусь. То есть цели у них одни, и в принципе Российская Федерация их не скрывает. Понятно, чтобы этих стран не было. Но вот сейчас Александр Григорьевич тут немножечко чудить начал, потому что он демонстрирует такие вещи, что, мол, нужно срочно закрыться от Украины. Он объявил, что перекрыта граница. Все думали сначала, что они просто закроют пункты пропуска, и все, и будет железный занавес, о котором я вам говорил неоднократно, без пропусков. Оказывается, пункты пропуска на Украино-беларусской границе продолжают работать, а выясняется, что тем самым они боятся, что украинские там кто, и натовские радикалы проберутся в независимое государство, пока независимое государство отволит беларусского народа, и там что-то свернут. Официальная версия вот этого действия усиления контроля за Украино-беларусской границей объясняется следующим, что из Украины поступает оружие в Республику Беларусь. И я, когда это слышу, хочу сначала спросить, наверняка натовского образца? Ну а как? Мы же все должны в теории бояться НАТО, особенно если это самая главная страшилка и главный такой тезис на щите и беларусской, и российской пропаганды. Но хотелось бы успокоить беларусов. Вы знаете, у нас оружие в стране есть, это правда, и много современных систем, и вообще мы большие успехи и большие шаги сделали в укреплении своей безопасности и обороны. Большие, но подчеркну, но недостаточные. Но, дорогие беларусы, у нас трошки е, а лэ лэ ше для сэбэ. Мы ничего, никуда поставлять не будем и не намерены. И я так понимаю, если честно, что вот то, что они усилили границу вне пунктов пропуска, это с большой вероятностью сделано для того, чтобы беларусы не могли оттуда сбежать и чтобы Александр Григорьевич с ними мог спокойно разобраться. А не для того, чтобы кто-то из, соответственно, Украины попал в Республику Беларусь. И самое главное, для чего? Для того, чтобы Лукашенко свергать. Все, этот поезд уже ушел. Если надо было и действовать в таком ключе, из территории Украины, естественно, а как же без нас, то делать это нужно было год назад. А теперь, как говорит сам Александр Григорьевич, блицкрик белорусского народа он остановил и подавил. И эта история с Беларусью, она еще имеет один такой сюжет, что Лукашенко сказал, что теперь они не будут у себя останавливать незаконных мигрантов, которые путешествуют из не самых благополучных регионов. И людям, конечно, можно посочувствовать, что жить, я не знаю, в Ираке, в Индии и еще в таких вот прекрасных государствах, наверное, не всем хочется. В частности, это кто там? Пакистан, Индия, Гамбия. И сейчас интересная штука. Лукашенко сказал, что мы незаконных мигрантов больше в Европу не сдерживаем. И как это работает? Они все прилетают в аэропорт города Минска. Ну а дальше пешком, не так далеко до стран Балтии, до 150 километров, отправляются, соответственно, в Европейский Союз. Таким образом, Александр Григорьевич решил отомстить Евросоюзу за то, что остановили авиасообщение с Республикой Беларусь и остановили полеты Белавиа. То есть Белавиа летает, но только в Россию и туда, в ту часть мира. Вот такой вот интересный расклад. И в Латвии и Литве вообще-то они максимально усилили границу. Это же фактически босточный фланг Евросоюза. И Литва даже объявила чрезвычайное положение по этому поводу. Так что вот так вот это все выглядит на границах. Но сам факт того, что Александр Григорьевич сказал, что мы границу с Украиной закрываем, а пункты пропуска продолжают работать, как и работали, как раз говорит о том, что в сфере интересов белорусского лидера не украинцы, а белорусы. Так, Марьюш, отсылает донат с Польши и пишет. Привет, Роман, мне кажется, что не стоит больше считать Германию и Францию посредниками в конфликте на Донбассе после их предложения обнулить отношения с Россией. Марьюш, ну, я думаю, что все сложнее на самом-то деле. И мы не можем вот так вот, знаете, взять и при всей вот этой вот вялости локомотивов Европы, как государства Украины, мы просто не имеем возможности их всех объявить анафеме, предать анафеме и сказать, что все, вы враги Украины и так далее. Нет, все сложнее, нужно вести с этими странами переговоры, нужно работать с другими странами Европейского Союза, например, с Польшей. Хотя, когда ты смотришь ВВП Польши и Украины, я не знаю, кто с кем работает, но мысль вы мой понимаете, по причине, что по тому же Северному потоку национальные интересы Польши и Украины, они идентичны один в один. И это тоже факт. И по многим позициям, в части интеграции в НАТО, в Европу, Польша нас всегда поддерживает. И это круто. А в части того, больше считать Германию и Францию, не считать Германию и Францию посредниками, да нет, они будут оставаться посредниками. Просто сейчас все сводится к тому, что никаких подвижек по Донбассу не будет, в принципе. И не важно, кто как себя называет. Конечно, нам обидно, что Германия и Франция, кстати, та же Ангела Меркель, это же ее решение было отменить саммиты Европейского Союза с Россией, навести санкции, увязать санкции с выполнением Минских соглашений. Это же наша бабушка все сделала. Да, она отстарожила европейской политики. И что-то вот перед уходом она как-то начала прогибаться. Это история с Северным потоком. Вот на днях, то есть в июле были анонсированы два визита президента Украины. Один в Германию навстречу с Меркель, где будет обсуждаться как раз Северный поток-2. И после этого визит Зеленского в Вашингтон. И что-то вот мне тут тревожно, и тут я должен очень четко проговорить, что тревожно не за то, что Владимир Александрович Зеленский каким-то образом неправильно или слабо представит Украину. Нет, все будет там нормально. Мы же видим риторику по этому поводу Офиса. Она ничем не отличается от того, что говорил предыдущий президент. Да, пятый президент. На самом деле надо говорить экс-президент. Да, потому что президент у нас здесь идущий один. Вот, но что они хотят сделать? Они хотят убедить Украину в том, что мы с русскими договоримся, что они сохранят часть транзита. И тем самым будет создана такая ситуация, что вот перед визитом Зеленского в Вашингтон, который будет говорить, типа, Джо, ну раз ты как бы главный на Западе в войне против Северного потока, два санкция, потому что будет война после этого. Дело же не в газе, что русские, они же как только газ пойдет с другой стороны, они могут начать боевые действия в прямом смысле этого слова. И вот этот танк, про который я вам сегодня модернизированный рассказывал, вот это есть критерий, что они готовятся к войне с нами. И тут я просто думаю, да, нам побежают компенсации, побежают денег, но, блин, русские же кинут их всех. Вот сейчас Россия уже отказывается транзитировать через Украину газ. И тем самым создаёт, ну пока не дефицит, а предпосылки для дефицита газа в Европе зимой. Потому что газа поступает им меньше, соответственно, он не заканчивается в европейские хранилища. Если он не заканчивается, то зимой будет большой спрос, будут проблемы у нас. Потому что нам негде будет купить газ, если у европейцев будет мало. Соответственно, он или будет продаваться очень дорого, или его не будет. Ну, в общем, ситуация, Марио, сложная. Спасибо вам за донат, за поддержку. Я вообще не сторонник вот этих вот формулировок там про братские народы. Ну, по-моему, что за чушь. Но хорошие соседи, хорошие соседи тоже дорогого стоят. Мне кажется, у нас там в истории много было с Польши всякого разного. И Бандеру в Польше почему-то тоже не любят, как и в России не любят Бандеру. Да, даже не знаю так, почему. При том, что поляки не очень любят Россия. Ну, в исторических этих всех вещах. Все тогда было сложно. Но мы-то живем сейчас. Сейчас. И мы имеем все возможности для того, чтобы друг в друга как минимум не стрелять, а как максимум вместе что-то производить, строить. Жить счастливо. Созидать. О, это же прекрасно. Так что Польше большой респект и спасибо за поддержку Украины в Европейском Союзе. И в НАТО, кстати, тоже.